МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! На государственном телеканале Западной Армении очередной выпуск новостей сегодня в эфире. Основные события Летнего университета Национального совета Западной Армении. В Багеша начинается сборная наград. Бакоса-Океан принял делегацию комиссии по телевидению и радио Армении. Лавров заявил, что война в Сирии закончилась. Трамп рассказал о готовности Ирана к переговорам США. В Канаде откроется статуя в честь Сары Корнингс, паши и с чай армянских сирот. Государство Армения в Западной Армении было официально признано Высшим Союзным Советом в 1920 году, тем самым восстановив справедливость для армянского народа. Западная Армения не могла долго выживать без своих сыновей, без реальной поддержки своих союзников и связанных с ними держав. Поэтому Западная Армения снова была оккупирована вооруженными силами кемалистов. Армянское население было депортировано из Западной Армении в 1921-1922 году после геноцида, совершенного последующими турецкими правительствами. На официальной встрече в Женеве спустя сто лет законные представители армянского народа Западной Армении из Национального Совета Парламента и правительства Западной Армении выразили желание восстановить права своего государства. Они организовали две конференции в рамках Летнего университета, одну седьмого сентября 2019-го, а другую – восьмого сентября того же года. Цель Летнего университета – запустить новый рабочий цикл для политических органов после каникул, а для политических лидеров – проведение итогов своей политической деятельности. Национальный Совет Парламента и правительства Западной Армении преследуют цель восстановить армянское государство Западной Армении по инициативе его основателя Погосана Бара Паши. Конференция, состоявшаяся 7 сентября 2019-го года, была посвящена презентации президента Арменака Абрамяна прав государства Западной Армении столетию Сербского мирного договора, который пройдет по всему миру с 19 января по 22 ноября 2020 года. Члены Национального Совета и члены Парламента Западной Армении подробно представили проект по проведению мероприятий столетних событий Сербского договора. Для конференции 8 сентября 2019-го года несколько докладчиков, в частности депутат Национального Собрания Западной Армении и генеральный секретарь Национального Совета Лидия Маркусян запланировали и разработали следующие темы. «Право коренных народов через 12 лет после принятия Декларации о правах коренных народов ООН. Новости о международной работе по правам армян в Западной Армении. Колониализм и неоколониализм. Основные учения великих деятелей национально-освободительной борьбы. Арцах и проблемы автономии его населения». Доклад «Правовые вопросы по сохранению армянского наследия» стали поводом для президента Армена Кабрамяна напомнить, что он смог включить столицу Ани в список наследий ЮНЕСКО в 2011 году, и что претензия Турции к ЮНЕСКО заключается только в том, чтобы включить ее в этот протокол. В результате сегодня Ани восстанавливается под эгидой ЮНЕСКО благодаря ее статусу всемирного наследия. Для нас также было честью принять консула Западной Армении Рэми Макинджиана, который разработал план об укреплении Армянского национального совета во Франции и Европе. В селах Багешского района Западной Армении в этом году ожидается 12 тысяч тонн винограда. Крестьяне, которые обеспечивают виноград, в регионе из того же винограда делают изюм, душап и лаваш. Эти десерты предназначены в основном для зимнего потребления. В регионе выращивается 12 сортов винограда, из которых жители предпочитают выращивать особенно черный виноград. Как правило, виноградная продукция потребляется на внутреннем рынке. Президент Арцахской республики Бакос Акян принял делегацию комиссии по телевидению и радио Армении во главе с руководителем структуры Теграна Макопяна. Как сообщили новости Армении, Ньюс Эйем в пресс-службе президента Арцаха, на встречу в которой приняли участие председатель комиссии по урегулированию общественных услуг и экономической конкуренции Арцаха Микайл Веробян и исполнительный директор ЗАО «Общественная телерадиокомпания» Арцаха Мэри Довцян. Был обсужден ряд вопросов, касающихся расширения и углубления сотрудничества двух армянских республик в сфере телевещания. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил об окончании войны в Сирии. Как передает Армен Пресс, об этом он рассказал в интервью газете «Труд». Война в Сирии действительно закончилась. Страна постепенно возвращается к нормальной мирной жизни, отметил Лавров и сказал, что отдельные очаги напряженности сохраняются на территориях неподконтрольных правительств у Сирийской Арабской Республики. В частности, это и Длипа, и восточный берег реки Ефрат. Министр подчеркнул, что Россия выступает за восстановление территориально целостной Сирии. Преодоление последствий войны обеспечит безопасность и стабильность на Ближнем Востоке, отметил также он. Президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что Тегеран настроен на переговоры с Фашингтоном, сообщает Армен Пресс со ссылкой на interfax.ru. «Иран хочет встретиться», отметил Трамп. В среду агентства Bloomberg сообщило, что Трамп обсуждал в Белом доме возможность ослабления антииранских санкций. Также, по данным агентства, сотрудники Белого дома уже приступили к подготовке к возможной встрече в Нью-Йорке президентов США и Ирана. Трамп ранее неоднократно заявлял, что его целью не является отстранение от власти нынешних руководителей Ирана. В канадском городе Ярмут появится бронзовая статуя Сары Корнинг, медсестры, спасшие тысячи армянских и греческих сирот во время геноцида против армян в Турции. Бронзовая статуя, автор которой армянин из Монреаля Карин Бетрусян, откроется в сентябре в рамках мероприятий, посвященных памяти Сары, сообщает армянин Виквей. Сара Корнинг присоединилась к усилиям комитета помощи Ближнему Востоку в 1918 году. Она помогала в спасении и уходе за тысячами гереческих, армянских и ассирийских сирот. В 2016 году в канадской провинции Новая Шотландия было учреждено общество Сара Корнинг-Сошити в память героического подвига Сары. По словам основателей общества Дэвида и Дженнифер Чоун, работа скульптора отражает армянские корни, и Сара была бы глубоко тронута тем, что кто-то из этой страны и люди, с которыми она так хорошо была знакома, создали статую в ее честь сто лет спустя. На сегодня у нас все. Далее мы представим вашему вниманию Барк Ареф Комитас. Барк Ареф Комитас. Полная версия видео представлена на официальном сайте телеканала Западной Армении. Оставайтесь с миром.